Финансовые проблемы туркомпании «Натали Тур» состоятся одной из самых обсуждаемых тем среди россиян. В пик отпускного сезона сотням семей пришлось внезапно отказаться от планов на отдых. Накануне компания, она одна из крупнейших в стране, начала выплаты компенсаций. Еще в среду было перечислено 800 тысяч рублей, сообщают вести. Также туроператор обращается к клиентам, которые хотят сохранить авиабилеты, написать заявление до 6 июля. В противном случае они будут аннулированы. В качестве альтернативы клиентам предлагают перенести отдых на следующее лето. А пока от тех, кто уже на отдыхе, отели требуют повторно платить номера. Выяснилось, что туроператор, ссылаясь на экономические трудности, просто не перечислил средства за проживание своих клиентов. Тем не менее, как сообщают наши федеральные коллеги, Натали Турс с рынка уходить не собирается и заявляет о планах возобновить работу осенью. Мы поинтересовались у представителей Волгоградского регионального отделения Российского Союза туриндустрии, стоит ли, оказавшись в подобных случаях, ждать помощи и откуда. В нашем туристическом сообществе существует все-таки организация Ассоциация Турпомощь, которая именно помогает во время банкротства компании, которые объявили о своей нефинансовой платежеспособности, вывозе, по крайней мере, туристов из-за рубежа обратно к себе сюда, домой уже. Те туристы, которых уже срывается отпуск, которые не улетели, им сейчас необходимо будет обратиться к менеджерам в агентство, где они приобретали эти путевки свои. Составляется заявление в страховую компанию, прикладывается полный пакет документов и относится в страховую компанию, и тогда уже страховая компания в порядке очередности делает выплаты по этим путевкам. Да, понятно, что у туристов отпуск, скорее всего, прервется. Может быть, им придется заплатить денежки еще раз, чтобы поехать тогда в другое какое-то направление в срочном порядке. Потому что возврат денежных средств происходит не сразу и не всем. То есть собирается вначале вся масса всех туристов, подавшие заявления.